Всем здарова, чуваки! С вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет обзор, так скажем, моей коллекции игр на PlayStation 4. Вам круто зашел мой видос с коллекцией игр серии FIFA, поэтому я как бы обязан был выпустить полную коллекцию, потому что многие просили, многие писали об этом. Также были люди, которые негодовали, типа, что за хуйню ты снимаешь, братан? Опять же, повторяюсь, я с чего-то подобного начинал когда-то свою карьеру на YouTube, поэтому почему бы и нет? Я никого ни к чему не принуждаю, поэтому всем, кто заинтересован, оставайтесь, кому не нравится, просто пройдите дальше. Букмекерская компания. Этот видос будет разделен, так скажем, на две части. Первая часть будет посвящена мультиплатформенным играм, это игры, которые вы можете найти на консолях и на ПК. А вторая часть это эксклюзивы для PlayStation 4, те игры, которые вы можете найти, собственно, только на этой консоли. Итак, ладненько, собственно, давайте начнем, я буду в каком-то рандомном порядке доставать. Первая игруха Call of Duty Modern Warfare. Она офигенная! Я помню, я эту игруху проходил, будучи школьником, играя на ПК и что я могу сказать? Это охуительный шутер, наверное, один из самых лучших в серии Call of Duty. Я, наверное, никому не открою Америку, если скажу, что последняя серия Call of Duty просто полная охуя. Поэтому крайне рекомендую, если кто не играл, вышел ремастер, поэтому почему бы и нет. Grand Theft Auto V. Я не знаю, что про него говорить, вы так все знаете, поэтому поехали дальше. Как вы можете заметить, я люблю попрынчать на гитарке, поэтому эти три игрухи просто были необходимы в моей коллекции. Rock Suite, Rock Band и Guitar Hero. Из всей этой тройки я, наверное, в первую очередь отдам предпочтение Guitar Hero. Хоть я и не сразу привык к этому управлению, как вы помните, раньше были такие разноцветные кнопочки, а сейчас появилась возможность зажимать аккорды. В этом что-то есть. Да, сложнее, но играть интереснее. Еще безумно радует, что в этой Guitar Hero постоянно обновляется база песен. То есть вы не играете одно и то же по десятому кругу, а там раз в недельку, в две добавляется энное количество треков. Это заебись. Что не скажешь о Rock Band. В первую очередь я недоволен самой гитаркой. Какая-то вот отдача там хуевая, и ты не чувствуешь, что ты ебошишь на гитаре. Также вы не можете покупать дополнительные треки, потому что вы живете в России. Но если же вы хотите научиться играть на настоящей гитаре, то Rock Smith в помощь. Тут в отличие от предыдущих игр играть совсем на настоящей гитаре, да, абсолютно любую настоящую электрогитару подключаете и, собственно, начинаете играть с нуля. Пожалуй, одна из самых недооцененных игр последнего времени это Deus Ex Mankind Divided. Ну и также у меня есть Deus Ex Human Revolution и фигурка Адама Дженсена, главного героя этой игры. Если вы любите RPG-шечки, открытый мир, тематику будущего, игры с каким-то философским направлением, обязательно поиграйте в Deus Ex. Также вы здесь найдете великолепный саундтрек, который обязательен для отдельного прослушивания. Destiny и Destiny 2, она у меня есть в цифровой версии. К сожалению, я не проникся этой игрой. Многие советовали, многие пытались меня на нее подсадить. Я вот во второй Destiny поиграл там, ну сколько, часов, наверное, 15, прокачался до какого-то там 10 или 9 левела. Я не отрицаю, что игруха, возможно, пиздата и все такое. Ну вот просто как-то не по формату. Mafia 3. Я думал, вот реально, вот эти вот баги происходят только там, не знаю, у каких-то единиц. Я думал, ебать, вы долбоебы. Но поиграв самому, я убедился, что нихуя. Это дерьмо происходит абсолютно у всех. Я там, блядь, за пару дней выявил, наверное, багов 10, не меньше. Поэтому крайне не рекомендую играть в этот шлак. Лучше перепройдите вторую часть. Battlefield 1. Я прошел сюжетную кампанию буквально там, не знаю, за 5-6 часов. Ну, как бы ничего гениального, но, в принципе, время убить можно. Но, как вы понимаете, вся прелесть кроется в сетевой игре, на которую, так же, как у меня есть в Destiny, просто не хватило, наверное, времени. Mortal Kombat, Tekken и UFC. В этом списке UFC сразу у меня уходит, как темная лошадка, ибо играть я в нее тупо не умею. Tekken 7, заебись. Механика осталась от третьей части. Да и вообще, в целом, если так задуматься, то с третьей части вообще кардинально ничего не менялось. В этом я и считаю прелесть данной игры. Играть в нее можно веселым, но не так, как в Mortal Kombat X. Это, пожалуй, мой любимый файтинг, потому что здесь есть Скорпион. Трекмания Турбо. Довольно-таки веселая игруха, на самом деле, но в VR можно проблеваться. Подойдет для двух человек, которые нахуялись алкашки и решили провести время в безумном темпе. The Crew, которая также будет интересна для кооперативного прохождения. Я безумно жду сейчас вторую часть. Там вы можете уже на самолетах хуярить, на катерах кататься. По-моему, это должно быть весело. Смотрячие собаки 2. Я взял платину в этой игре, прошел ее там буквально за неделю. То есть, вот прямо на одном дыхании. Я люблю такие вот игры, знаете, в которые вы садитесь и просто в одном ритме проходите ее там вот за неделечку. Что не скажу, вот о первой части. Прошел я где-то до середины и забросил хуй. Примерно такая же история у меня была с The Evil Within. Первую часть я начал проходить. Я даже, блядь, до середины, мне кажется, не дошел. Мне показалось, она какой-то однотипной и унылой. Она вот какая-то вот серая и безликая. Нет какой-то индивидуальности в локациях. Ты просто унываешь, проходя эти ебучие однотипные коридоры. И ты такой в один момент думаешь, блядь, ну его нахуй. Что опять же не скажешь о второй части. Локации постоянно меняются. Монстры пиздатые. И сюжет, ну, более-менее интересный, хоть немножко и шаблонно банальный. Да, она интересная, пиздатая, крутая. Но вот почему-то она меня не напугала. Поэтому The Evil Within 2 очень крутая игруха, но, к сожалению, не хоррор. Но, как вы понимаете, страх это довольно-таки индивидуальная штука. Одного пугает скримеры, второго пугает тишина. Третьего пугает Максим Галкин. Ну, в общем, вы поняли. Just Dance великолепно подойдет для какой-нибудь алкопати. Для таких мероприятий я ее и покупал. Я безумно люблю игры, в которых вы путешествуете во времени. Одна из этих игр Life is Strange. Проходил я ее еще на ПК, но решил купить коллекционную версию. Не сказать, что я пиздец как в восторге. Обычная игра, саундтрек и какой-то арт-бук. Многие ошибочно считают, что эта игруха предназначена для каких-то девчонок с какими-то там подростковыми проблемами. И я вроде как на нее не похож. Но, однако, эта игруха мне безумно понравилась. Засеял сердце, поэтому, опять же, рекомендую. Бэтмен Рыцарь Архан. У меня в цифре есть предыдущие две версии, которые я начал проходить относительно недавно. Да, мне стыдно. Ибо я должен был сделать это еще очень давно. Но я сейчас прохожу, мне нравится все ништяк. Crash Bandicoot. Я помню, на PlayStation 1 я с удовольствием проходил данную игруху. Но вот на PlayStation 4 почему-то у меня вот как-то не поперло. Кефир выбил в ней платину. Я, конечно, дико от этого охуел. Ибо эта игруха пиздец какая сложная. Я, насколько знаю, будет переиздание на Свиче. И, возможно, на Свиче эта игруха как раз и зайдет для меня. Tom Clancy Division, в которой я также выбил платину. Безумно крутая игра. Именно вот если играть в кооперативе одному, здесь делать абсолютно нечего. Я в этой игре уже прошел все и вся, повидал все, что можно. Поэтому в последнее время как-то играть мне в нее уже неинтересно. Need for Speed Payback. Просто параша сцаная. Едем дальше. Metal Gear, пацаны. Я вот не понимаю, но вот с этой серией у меня какая-то беда раз за разом происходит. Я вот пытаюсь начать в нее играть. И каждый раз происходит какой-то пиздец. И у меня не получается. Так уже несколько поколений. Я пытался играть и на PlayStation 2, и на PlayStation 3, и на PlayStation 4. Вот не получается и все. Но рано или поздно, я думаю, руки до нее все-таки должны добраться. Amazing Spider-Man. Прошел я только, блядь, один уровень, наверное, и забил хуй. Никак не впечатлило, а, наверное, только отбросило в депрессию. Поэтому ждем нового Spuddy, который должен выйти в этом или в следующем году. Need for Speed прошлого года. Могу сказать однозначно, это лучше, чем Payback. Да, она не идеальна и все такое, но я в нее хотя бы играл с удовольствием и даже платину выбил. Star Wars Battlefront, в который я даже не играл, поэтому сказать мне о ней просто нечего. Со шлем в VR я взял сразу все четыре игрухи. Это Farpoint, который я прошел, наверное, наполовину и забросил. Here's a Lie, прикольная игруха, довольно-таки мрачная и пугающая. Eagle Flight, симулятор Орла. Такое дерьмо тоже существует, пацаны. Rush the Blood, типа тир от создателя Until Dawn. Все эти игрухи по-своему прикольные, но вы, как понимаете, в VR, как бы я, в сервис особо не воспринимаю, ибо долго в нем не поиграешь. Ну и давайте же теперь перейдем к эксклюзивам. Те самые игры, ради которых стоит покупать PlayStation 4. Infamous Second Son. Просто 10 из 10. Must have. Саундтрек. Это вообще, блядь, нахуй миллиард из миллиардов. Да-да, очень информативно, понимаю, но на втором канале у меня есть такой мини-обзор. Если кому будет интересно, гляньте. Heavy Rain и за грани. Игры таких жанров, как Press X to Win, интерактивное кинцо, мыльцо, в общем, называйте это как хотите, но я безумно люблю Дэвида Кейджа и его игры. Все началось у меня еще с Фаренгейта на ПК, который я перепрошел, наверное, раз 50-60. Поэтому я с нетерпением жду Детройт, который выйдет уже вот в следующем месяце. Даже до рассвета Until Dawn. Прикольная игруха, прошел три раза, опять же, из серии интерактивного кинца. Но, к сожалению, она тоже нихуя не страшная. The Last of Us. Более 200 наград игра года. Стоит ли еще что-то говорить? Скрытая повестка. Просто говнище собачье, тоже типа в стиле интерактивного кинца, но это ебучее управление с телефона портит вообще все нахуй. Karazin Zero Dawn. Уникальная игра в своем жанре. Если вы не играли, то вы пропустили очень многое. Так, в принципе, можно сказать про 9 из 10 эксклюзивов на PlayStation 4. Bloodborne, которая сейчас, кстати, есть в PlayStation Plus. Если вы не взяли, обязательно возьмите. Но в нее я также не успел поиграть. Вот, ждут своего часа. Серия Uncharted. Первые три части на PlayStation 3 каким-то образом я пропустил. Переиграл, охуел. Путь вора поиграл, тоже охуел. А утраченное наследие уже не так впечатлило. Ну, типа, играть можно, но как бы это все уже было, все повторяется. Ну и плюс Дрейка нет. Поэтому это так уже, на любителя. Drive Club. А Санина ебаная. Все, что я могу о ней сказать. Графончик, может, и прикольный, но отвратительная физика просто отталкивает нахуй. Хотя VR-чики, это выглядит довольно-таки весело. Gran Turismo, который я начал играть. Прошел там, не знаю, гонок 15-20 и забил хер. К сожалению, как вы можете понять, с гоночками на PlayStation 4 как-то все, ну, так себе. God of War 3, который я прошел 100 раз. Надо перепройти в 101, потому что совсем скоро выходит продолжение, которое я с нетерпением жду. Shadow of Colossus. Попытался я поиграть в него на PlayStation 2. Я помню, когда был пиздюком. Я даже не смог завалить первого босса. Охуел от сложности и вышел. Но, к счастью, сделали переиздание и было бы преступлением не поиграть в нее. Это вот одна из игр, которая оставляет вот такой вот прям след в душе. Вот ты вот поиграл в нее и ты вот чувствуешь, что это вот больше, чем игра. Это искусство, не побоюсь этого слова. Это касается также и Last Guardian. Пожалуй, эта игра войдет в топ-5 моих самых любимых игр вообще, блядь, нахуй за все существование. Ибо эмоции, которые остаются после этого шедевра, просто невероятны. В первую очередь вы, наверное, проникнетесь этой игрой, если вы любите животных. Собак, кошечек, неважно. Ибо Трика совместил в себе их всех. Я бы также прошелся бы по фасту по PlayStation 3, но особо показывать тут нечего. FIFA Street, в которую так видели вся серия Need for Speed. В Hot Pursuit я до сих пор поигрываю. Я считаю, что это самая крутая мультиплеерная гоночная игра, выходившая за последние 100 тысяч лет. Серия игр Silent Hill, в которую я влюблен с самого детства. Я думаю, степень влюбленности в Silent Hill вы можете понять по моему рукаву. Кстати, пацаны, если вы хотите видосы про мои татухи, рассказать, что обозначает та или иная, когда пил, ну, стоит ли бить, какие ощущения. В общем, в целом, рассказать про татуировки. Давайте наберем 30 тысяч лайков, и я сделаю видосик с моими татушками. Ну и давайте по фасту я пройдусь по играм на Nintendo Switch, ибо у меня их не так много. Lain War, заебись. В свое время я его проебал, а вот сейчас на Switch я как бы дорабатываю свои ошибки, так скажем. Mario Odyssey, просто гениальнейшая игра. Для консоли Nintendo Switch самое то. Взял, пошел, побезбашился там немножко, и все, заебись. Mario Kart 8, ну, такое себе. One, Two, Switch для алкогольных тусовок Zambis, Lego City Undercover, охуенная игра. Типа в стиле GTA бегаешь там за Лего человечков, но есть одна проблема, она, сука, подлагивает, блядь. Ух, пацаны, вроде как все. Там также есть куча игр на Xbox, еще там гибель на PlayStation 3, но если я начну о них рассказывать, видос затянется на 5000 миллионов лет. Если вам этот видосик понравился, пожалуйста, поддержите меня лайком, и пишите, что думаете про все это дело. С вами был я, PandaFX, всех любит, целую, и всем хорошего настроения. Па-кедо.